Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и это лихой казак по имени Микола. Ну а в руках у него охрененно большая бочка с бензином, которую мы сейчас никуда не можем подевать. Ведь стоит грёбаный охранник Митяй и требует от меня какое-то разрешение, которое где я достану ночью? Ну а днём шарахаться с бочкой бензина? Наверняка у людей возникнут вопросы, где я её взял? Ну, короче, нужно придумать что-то с разрешением. И я понятия не имею, где его реально можно достать. Давайте вернёмся назад и посмотрим. Так, стоп, что? Ха-а-а. Окей. Я отключил свет. Ну и что нам это дало? Стоп, а если света не будет возле Митяя, и мы сможем втихую проскочить вместе с этой бочкой? Что ж, вариант, в принципе, неплохой. И да, можно вернуться назад. Погнали, погнали, погнали. А возле парома вообще свет был или нет? Вот чё-то я не помню. Света нет. А Митяй всё ещё стоит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, Микола! Нервно воскликнул Митяй. Ты представляешь, лампочка перегорела. Да, представляю, какой ужас. Иди замени эти, ну, предохранители или лампочку, а я пока, ну, ты понимаешь. Да ты что? Микола изобразил искреннее явление. Хм, как же ты теперь в темноте будешь разрешение проведать? Хо-хо-хо. Действительно, а как? Это точно, растерянно сокрушался Митяй. В темноте-то не разглядишь. Придётся идти за новой лампочкой. Только как же мне переправу-то без присмотра оставить? Да, ну, Митяй, я присмотрю. Я, ну, как бы хороший чувак. Ну, ладно, с радостью в голосе произнёс Микола. Давай я тебя выручу. Хе-хе-хе. Ой, спасибо, уже с ноткой надежды ответил наивный Митяй. За лампочкой сходишь. Нет, я присмотрю за переправой. Не, ответил Микола. Устал я сильно, пока бочку с капустой нёс. За лампочкой ты сам сходи, а я тем временем паром посторожу. Ой, Микола, добрый ты человек. Митяй нисколько не заподозрил подвоха. Вот, спасибо тебе, выручил. Я мигом туда и обратно. Ой, ну, блин, он... Засмущал, засмущал. Ага, давай, давай. Не торопись, с ухмылкой ответил ему Микола. А то ещё чего, гляди, в темноте споткнёшься. Хе-хе, давай, давай. Шуруй за лампочкой, за фампочкой, за всем шуруй. А я пока тут чё-нибудь придумаю. Эх, хитрый план, ох, Микола, ох, казак. Наконец-то перегнал всё. Счастливый Микола просто не находил себе места. Можно отправляться к куму. Блин, ну эта бочка может принести действительно огромный, колоссальный доход. Возможно, это даже последний заход за нефтью. Может быть, она... Всё, окупила все наши затраты. Но что-то мне подсказывает, что Микола не из тех людей, что остановятся на полпути. И, скорее всего, он продолжит заниматься под покровом ночью, тёмными делами, добывать нефть, перегонять её в бензин и ещё чё, блин. Чё он может выкинуть? Непонятно. Ну ладно, пока просто крутим лебёдку, плывём к куму. Надеюсь, у него ещё гроши остались, чтобы мои карманы стали тяжелее. А его машина тоже станет тяжелее, ведь мы зальём в неё свежий, самодельный домашний бензин, друзья, деревенский. Это как деревенское молоко, оно вкусное и парное. Как деревенский хлеб из печи. Ну или каша топлёная в печи, или мясо пожаренное на костре. Ох, ну... Аллегории можно приводить в бесчисленное множество. И смотрите, действительно, строительство моста идёт полным ходом. Но я до сих пор не понимаю, о какой границе постоянно говорят все персонажи в этой игре. Что за границу хотят строить? Какая граница? Почему её охраняют? Непонятно. Абсолютно. Может, дело идёт к развалу Советского Союза, а всё это время как раз-таки мы и играем в Советском Союзе. Не знаю, не знаю. Вариантов нет. Ну а пока я бормотал и болтал, мы уже дотащили эту бочку. Хе-хе. У Миколы сразу силы появились. Ноги-то передвигать. Давай. Переправился Микола, но уже, почитай, чужеродный берег. Позвонил в колокол, да стал кума ждать. А кум грустный чё такой? Идит Микола. А кум расстроенный какой-то идёт. Без настроения. Привет, кум. Ты чё без настроения? Случилось чё? Вот кум. Пожалуйста, послушай меня. Только не говори, что бензин был плохой. Умоляю. А кум ему в ответ. Ох, да какое тут настроение. Откуда ему взяться? С этой стройкой утомили уже. Целыми днями гудят, жужжат, долбят. Покоя от них нет. Голова болит. Благо, хоть по ночам не работает. Да уж. Ну, может, вот это тебе настроение поднимет. Показывая на бочку, произнёс Микола. Как говорится, с пылу, с жару, ещё тёпленький. В этот раз целую бочку тебе притащил. Хе-хе-хе. Ого, удивился кум. Ну, Микола, ты даёшь. С каждым разом всё больше и больше привозишь. Боюсь представить, что будет в следующий раз. Кстати, о следующем разе. Уже немного взволнованно продолжал кум. Ты бы побыстрее там у себя всё делал. Мост построят и всё. Граница. А через границу-то с товаром не набегаешься. Да, действительно. И я тоже боюсь представить, что Микола выкинет. Ты прав, согласился Микола. Границ-то ещё нет. А я уже в этот раз к тебе с трудностями добирался. Но давай без паники раньше времени. Уж более уверенно продолжал Микола. Как говорится, будем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас мне уже обратно пора. А то, Митяй, поди, скоро с лампочкой вернётся. Надо быстрее паром возвращать. Ладно, по мере поступления, так по мере поступления, согласился кум. Бывай, Микола, пойду отдыхать, пока ночь. И на стройке тишина. А то чуть свет, так начинаются работы. Бывай, кум, не хворай, произнёс Микола. До следующей встречи. Давай, кум. Ну, вроде всё прошло неплохо. Теперь, правда, вернуться нужно. И, скорее всего, Митяй заподозрил что-то. Да, стопудово даже и увидел. Подвох и... Микола обратно. А сам думает, правильно кум сказал, что такими темпами того и гляди, не успеешь обернуться, а мост уже во всей красе стоять будет. А там граница, и всё. Лавочка, как говорят, прикроется. Эх, время драгоценное терять нельзя. Пока моста до границы нет, надо успеть как можно больше сырья добыть, переработать, да куму продать. Всю ночь Микола не мог уснуть. Мысли бурлили в его голове и не давали покоя. Кто спёр флягу и насос? Где искать новую поляну, чтобы перепрятать аппарат? Как раздобыть ещё больше сырья, чтобы переработать и сбыть куму, пока мост и границу не достроили? А главное, где теперь само это сырьё? В смысле, нефть добывать. В лесу труба пуста, на поле место засвечено, в саду у деда Кузьмы тоже не вариант. Он наверняка уже заподозрил неладно и второй раз уже не купится. Все эти вопросы оставались без ответа. Но был ещё один вопрос без ответа, который не давал Миколе покоя. Что ему придётся пережить, когда Женка узнает, что до пасеки он так и не добрался. И если признаться, Микола не особо-то и хотел получать ответ на этот вопрос, потому как где-то в глубине души что-то ему подсказывало, что он его уже знает. Да, 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 вот так обстоят дела. Ох, сейчас что-то будет. Женка, встречай своего героя. С пылу, с жару, как говорится. Не быть Миколе разведчиком не успел. Микола, грозный голос не предвещал ничего хорошего. Ты где был? Да ты не поверишь, не растерялся Микола. Сблудился я. Говорил же тебе, что дороги не помню. Ой, брехун, Женка явно ему не поверила. А бочка где? Так это, тут же пришлось сочинять на ходу. Устал ее нести, там и бросил. Так, жестко заявила Женка, значит, на этот раз я с тобой пойду, чтобы не заблудился. Погоди, быстро сообразил Микола, так может я на ярмарку сгоняю, колесо куплю, да поедем, как люди, на телеге, с бочками. Ладно, согласил Женка, только бегом. И смотри у меня, чтоб мигом, а то мед же пропасть может. Ну, мед не имеет срока годности, он не пропадет. Ага, с облегчением произнес Микола, я мигом. Разве что, может, медведи его съедят. Но, теперь осталось понять, где базар. И опять непредвиденные расходы, траты денег. Только начали собирать, и вот опять нужно покупать колеса. Так, базар явно не сюда. А че мне Женка-то моя умная не сказала, куда идти? Я ведь и базар где не помню. А кот очень странный, вместе с псом. Они вообще с места никогда не встают, и всегда просто наблюдают. А, вот, смотрите-ка. Хм, прикольно. Че-то ночью как-то спокойнее было, и звуки были, какие-то совы бурчали, филины куковали, кукушки филинили. А сейчас прям тишина перед бурей. Оба-на! Здорово, дядя! Ты кто такой? Не успел Миколу про аппарат подумать, глядь, а ему навстречу друг закадычный, Серуня, по прозвищу Старичанин. Серуня! Сколько лет, сколько зим! Как дела? Как ужик поживает? Серуня, ну, блин, довольно... Я бы не хотел, чтобы меня звали и Серуней. Как-то, ну, может быть, нормально, но я не знаю. Для меня звучит странно. Микола, дружочек мой, как я рад тебя видеть. Старичанин явно не скрывал удовольствия от встречи со своим старым другом. У меня все хорошо, и ужик мой поживает отлично, а ты-то сам как? А че за ужик? Да и я вроде ничего, ответил Микола. А ты, Серуня, чего тут делаешь-то? Да еще и такой нарядный, не иначе праздник какой. Эх, не до шуток мне сейчас, Микола. Вдруг посмурнел Серуня, а в голосе послышались тревожные нотки. Ой, не до шуток. Ты, поди, не знаешь ничего еще? Да нет. А что я должен знать? Настороженно полюбопытствовал Микола. Ряженый-то наш, печально ответил Серуня. Эх, пропал наш друг. Афанасий, встревожился Микола, как так пропал? Когда пропал? Куда пропал? Да понимаешь, задумчиво начал Серуня, тут такая история. Было на меня в гостях Давича и угостила его ужиха моя блюдом каким-то заморским. Уж и не помню, как называется. И так ему это кушанье понравилось, что выпросил он у ужихи рецепт, чтобы самому приготовить. Сам же знаешь, Афанасий наш гурман еще тот. Да уж, покушать Афанасий любит, ухмыльнулся Микола. Так вот, продолжал старичанин, по рецепту там нужна была свекла маринованная, а в наших-то краях, ты знаешь, ее сроду не было. Вот ряженый и я отправился ее искать. Ох, говорил же я ему, да брось ты это дело. Положи вместо свеклы травы огуречной, а он даже слушать, отказывался. Все только про свеклу, как заворожен. Ёбушки-воробушки, сочувственно произнес Микола, ну ты подумай, ка бы ни случилось чего с ним. Микола с надеждой произнес старичанин, а может ты мне поможешь его найти, а? Пропадет же без нас. Ой, не, Серунья, извини, не могу я. Чувствуя вину, стал оправдываться Микола, жинка меня убьет. Уже который день обещаю ей за медом на пасеку сходить. Да все никак не дойду, а мед пропадает. Да что ж ты за человек-то такой, с откровенным презрением отрезал старичанин, коли друга своего в беде оставляешь, а мед с пчелами для тебя важнее. Ты прав, Серунья, уверенно произнес Микола, которому самому стало стыдно за себя. Друг в беде надо выручать. Идем, черт с ней с этой пасекой. Ой, Микола, и ходишь же ты по острию ножа, дружище. Я бы на твоем месте не рисковал, но, друзья, это, это золотые ребята. Вот, другое дело, радостно улыбнулся Серунья, знал, что ты не бросишь друга в беде. Так может, это самое, давай понемногу на дорожку для смелости. Ну, давай. У, это самое, разве что, только и немного. Глазами Миколы повеселее и исключительно для смелости. Это я всегда, пожалуйста, давай. Какой довольный. А у меня же своя бутылка в кармане лежит. Ну, ладно, чужое всегда оно вкуснее. Ну, и что теперь, дружище, мы пойдем с тобой? Или что? Что ты стал-то? А, все, мы идем. Как-то странно ты ходишь, будто слегка, ну, Серунья, да. Будто слегка Серунья. Так, столько куда идти. Если Жинка нас спалит, ой, Серунья, может сюда? Серунья, Но этой дорогой мы никогда еще не ходили, это что-то новенькое. Да, и ночь наступила, я мог заниматься выкачиванием нефти, а в итоге сопровождаюсь Серунью. Серунья, удивленно спросил Микола, ты что-то там за странный обряд постоянно делаешь, колдуешь или захворал? А что за обряд, я не заметил ничего. Так это, расстроенно ответил Серунья, труселя я поправляю, сползают они у меня. А-а-а, ха-ха. А-а, понятно. А я уж думал, обряд какой исполняешь. Кстати, а зачем ты их веревкой-то обмотал? С удивлением спросил Микола своего друга, что, резинки-то нынче не в моде? Да понимаешь, тут какое дело, вдруг замялся Серунья, потерял я резинку. Эх, такая хорошая резинка была, моя любимая, всем резинкам резинкам. Военная, на оборонном заводе ее делали. Такой резинкой можно спутники в космос запускать. Ха-ха-ха. Четвертушку за нее в труселя засунешь. И давай-га пока наяривать, а она, четвертушка, в смысле, даже с места не тронется. О, какая резинка была. Эх, эй. О, а у меня, кстати, как раз есть ненужное, произнес Микола, доставая из кармана резинку. Держи. Ого, почти как моя, обрадовался Серунья. Спасибо тебе, друг. Так, а эту резинку мы нашли там. Вдруг именно Серунья-то и занимается воровством? Да ты что, Микола удивился, но быстро сообразил. Что-то мне подсказывает, что я даже знаю, где. И тут же осекся. Это не ты ли случаем на поляне моей орудовал с мужиком каким-то? Да ты чего расстроился Серунья? Обижаешь, Микола, мы же друзья, а? А, ну ладно, произнес Микола, пошли дальше. Ну, погнали. Сейчас, Микола, погодь, остановил его Серунья. Надо резинку в деле испытать. Это как? Удивился Микола. Сейчас увидишь, уверенно ответил Серунья. Слушай, ну прямо один в один моя была, радостно произнес Серунья, тяжело дыша после активного танца. Хорошая резинка. Спасибо тебе, Микола, за такой подарок. Ага, не за что, Серунья, сухмылкой ответил Микола. Ну, ты и даешь. Ладно, пошли дальше. Ну и ладно, друзья, мы с вами на этом пока остановимся. Конечно, история просто оборачивается во что-то очень эпичное, но узнаем мы об этом с вами завтра. До новых встреч, всем удачи, пока, будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова